Друзья, вы прикоснулись к знаниям величайших мастеров этого мира, ученых, академиков и чемпионов, и получили возможность обучаться в Академии Совершенства Аватар. Это международный клуб друзей, учеников из многих стран мира, и мы верим, что вы также стремитесь к пути мудрости, истине и жизни, помощи миру в достижении совершенства. В процессе изучения первой ступени Академии вы воскреснете, трансформируете свое тело в такое, какого достоин ваш разум и дух. Международная Академия Совершенства Руслана Радуги Аватар Это тайны жизни и достижений от лучших в мире академиков, чемпионов, целителей и духовных мастеров. Исцеление на уровне чуда благодаря секретам элитной медицины для правителей и миллионеров. Доступ к знаниям, которые большинством считаются утерянными или эзотерическими, закрытыми. Ключевые методики достижения совершенства в спорте, творчестве, духовности и других областях жизни. Президент и главный наставник Академии Совершенства Аватар Руслан Радуга. Мастер восточной медицины, древних систем здоровья и совершенства, чемпион, автор восьми книг. Обучался у знаменитых академиков-целителей, которые лечат и консультируют президентов и миллионеров. Чемпион кунг-фу КМС с опытом преподавания 28 лет, 7 спортивных разрядов. Писатель, поэт, бард, автор философской поэзии, призер конкурсов, авторской песни. Химик, биолог, валиолог. Химик, путешественник, искатель и исследователь тайн восточных знаний и уникальных мастеров, систем здоровья, целительства и восточных единоборств. Автор собственной системы здоровья и всестороннего развития, сверхспособностей, биохакинга, реабилитации, ускоренных методов исцеления и подготовки в спорте на основе знаний древних проверенных веками систем и новейшей науки. О первой ступени обучения в Академии Аватар. Курс «Смарт-билдинг. Трансформация реальности». Наука отстала на 30 лет от этого курса, и в этом вы убедитесь из следующей информации. Мегакурс для всех биохакинг, целительство, омоложение, основы биоэнергетики с мастером. Ключи высших достижений от великих мастеров Тайны Востока, сила и мощь в спорте. «Исцелить себя и жизнь. Быстро похудеть или набрать вес. Как найти мудрость и смысл жизни. Свой путь в духовности, бизнесе, отношениях». Закрытый курс «Трансформер биохакинга. Исцеление, омоложение и укрепление тела и духа. СБ Транс Реалити». «С новой реальностью вас. Как мастер-тренер, автор восьми книг, чемпион и целитель с 35-летним опытом, я вижу в вас то, что пока не проявилось. А главное, быстро, успешно это раскрываю с помощью секретов моих наставников, самых великих мастеров, чемпионов, академиков, миллионеров. Отзывы и бесплатные лекции вы можете посмотреть на YouTube-канале «Целитель Бога». Это гарантированно изменит ваш мир навсегда. И это правда, что наука отстает от исследований закрытой науки, в которой работают многие наши наставники, лет на 20-30. Но встретиться с будущим и его возможностями вы можете уже сейчас. Чудеса и тайны жизни – это всего лишь то, что ты сейчас не знаешь. Вы можете задать вопросы или записаться на разовую консультацию, онлайн-коучинг с мастером, в вип-формат личного сопровождения, а также купить и прослушать полный курс, некоторые части которого пока есть в бесплатном доступе на нашем YouTube-канале. Друзья, просим поддержать канал автора «Академию Аватар». Это поможет нам изменить мир к лучшему вместе с вами. Подробную информацию и контакты вы найдете на нашем YouTube-канале «Целитель Бога». Приглашаем и всех благословений вам, друзья! А как высоко вы подниметесь на вершину, или остановитесь на полпути, или даже не сделаете этот первый шаг, который мы предлагаем вам сейчас? Все находится в ваших руках. Истинные люди способны не только следовать своей природе и карме, но и менять ее, управлять ей, изменяя себя. В этом отличие человека от животного. Поэтому один маленький мальчик может пасти целое стадо коров. Неужели он сильнее их? Нет, просто у него есть разум. Один святой шел по лесу и увидел в речке тонущего скорпиона. Он протянул руку, вытащил скорпиона и спас его. Но скорпион ужалил его. И удивленный спутник святого спросил, «Зачем ты сделал такую глупость? Зачем ты спас этого скорпиона?» Святой ответил, «Понимаешь, я спас скорпиона, потому что это моя природа спасать. А он ужалил меня, потому что это его природа жалить». Когда мы поднимаемся к вершине, мы встречаем много камней и препятствий на своем пути. Кто не делает никаких шагов, не встречает препятствий, но, однако, он проигрывает без сомнений. А тот, кто достиг вершины, понимает, что все препятствия на его пути были лишь ступенями, лишь камнями, которые помогали направить его стопы вверх, к совершенству, к вершине. А если бы склон был полностью гладкий, то никто не смог бы подняться на такую вершину. Поэтому кто боится трудностей, тот не прав. Ведь опаснее всего это не трудности, это их отсутствие. Поэтому умный побеждает свой страх и движется вперед благодаря любопытству и пониманию того, что стоять на месте бессмысленно. И, двигаясь назад, также не узнаешь ничего нового, кроме смертельной скуки от повторяющихся событий колеса сансары. Хаджан Асреддин проходил мимо озера и увидел, что тонет человек, богач. Он подошел и посмотрел, что никто не может ему помочь. Все предлагают ему помощь, но он не берет ничью руку. Тогда Хаджан Асреддин протянул руку богачу и сказал «Возьми мою руку». Тот схватился и Хаджан спас его. И люди спросили «Почему ты смог его спасти, а мы не смогли?» «Понимаете, я же увидел, что он богач. И если вы будете говорить ему «Дай, дай руку, дай нам руку», он не сможет этого сделать, потому что это в его крови. А если вы скажете ему «На, возьми!» он сразу же схватится за вашу ладонь. Все в наших руках, а наши ладони в руках Всевышнего. И если мы сами захотим изменить свою жизнь, то мы найдем путь к этому. Но если мы не захотим, никто не сможет нам помочь, как в притче. Жил один бедный человек, и его друг решил помочь ему и на его пути, которым он проходил каждый день, он положил на мосту мешок с деньгами. Человек встал на мост и закрыл глаза и в этот день решил его пройти с закрытыми глазами. Он прошел и не увидел мешка с богатствами. Тогда его друг, наблюдавший за ним в это время, подошел к ему и спросил, «Почему, почему, друг, ты закрыл глаза? Почему сегодня ты шел по мосту с закрытыми глазами?» И бедняк ответил, «Понимаешь, я шел и вдруг я подумал, а смогу ли я пройти по этому мосту с закрытыми глазами?» Какой же вывод можно сделать из этого, друзья? Мы не будем предлагать вам свои выводы и свои знания, но мы поможем вам получить ваши знания, изучить вашу жизнь, понять ваше тело, вашу природу. И благодаря этому происходят даже чудеса. Благодаря искренности и настойчивости можно достичь невероятных результатов. Однажды два монаха приплыли на лодке на пустынный остров и встретили там отшельника. Они долго общались, молились вместе и оказалось, что отшельник неправильно молится. Они научили его молиться и поплыли дальше и отчалив от берега, они увидели, что святой бежит за ними по воде и спрашивает, кричит им, эй, подождите, я забыл, как правильно молиться, расскажите мне еще раз. Они увидели все это, раскаялись и сказали, нет, брат, лучше молись так, как ты молился раньше. Да, дерево судят по плодам, по результатам. Важно быть честными и искренними, но это не означает глупость, ведь есть такая притча, один святой йог сидел в лесу, мимо пробежал человек, и за ним гнались бандиты, они спросили у него, куда он побежал, и так как святой йог не мог врать, он сказал правду, бандиты догнали человека и убили его, и этот святой йог он снова попал в ад. Но есть и другая притча, когда йог сидел в лесу, и мимо него пробежала семья, за ним гнались бандиты, и когда они спросили его, куда побежали эти люди, святой немного подвинулся и сказал, с тех пор, как я здесь сижу, я никого не видел. Мудрость истинных мастеров и святых открывает нам новые границы и новые возможности, которые среди простых людей считаются чудесами. Но все тайны, все мудрые секреты древности, они являются секретами до тех пор, пока вы о них не узнаете. Все в ваших руках. Друзья, обучение в нашей академии происходит так. Свяжитесь с нами, напишите нам и вы получите первые уроки, первый блок лекций, который вы освоите и уже на этом этапе получите огромную пользу. После этого вы сообщите нам о том, что вы уже прослушали эти лекции и начали действовать, потому что если вы не начали действовать, то максимальных результатов вы не получите. обязательно нужно трансформировать свой образ жизни и начинать вводить полезные привычки, которые приведут к исцелению, улучшению тела, характера, здоровья и в результате судьбы. когда вы сообщите нам о том, что вы прошли первый блок занятий, тогда вы сможете оплатить этот блок занятий и получить доступ к следующему уровню, следующему блоку из лекций, пройдя которой вы также получите следующие знания и следующие позитивные изменения в собственной жизни, которые вы сделаете своими руками благодаря ценным знаниям и благодаря вашим усилиям и нашим ответом на ваши вопросы. Все, что непонятно, вам объясним и вы сможете начинать изменять свой образ жизни, свое сознание, свое тело и дальше двигаться с нами к совершенству. на любом этапе вы остаетесь свободным человеком и движение к совершенству может быть только вашей личной инициативой. никто никого не заставляет, не ставит оценки, не проверяет задания. Вы можете просто прослушать курс или купить весь курс сразу или проработать его вместе с наставником постепенно на личном коучинге или на VIP-формате личного коучинга, где у вас будет больше подробной информации и больше времени на общение с мастером. Поэтому приглашаем вас и возьмите первый блок лекций, пусть он принесет вам огромную пользу. Действуйте! Путь в тысячу миль начинается с первого шага. миль 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 Продолжение следует...